Уже на следующий день после кровопролитных терактов в Париже самая мощная и самая многочисленная в мире группировка хакеров под названием «Анонимус» на разных языках мира сообщила об одном и том же «Мы объявляем тотальную войну исламскому государству». Кто-то услышал эти слова лишь досадой, поморщился, мол, какие там кибератаки, когда по всему миру льется самое настоящее, а не виртуальная кровь ни в чем не повинных людей. Но тем, кто хоть немного представляет, каким образом ИГИЛ пополняет свои отряды новым пушечным мясом, понятно, в борьбе против террористов неожиданная помощь опытных взломщиков будет как нельзя кстати. Ведь именно с помощью интернета радикалы заманивают в себе весь этот разношерстный интернационал. Ну, например, московскую студентку Варвару Караулову, напомню, завербовали как раз-таки на онлайн-форуме футбольных фанатов. Да и смертница из французского Сэн-Дени, по словам родных, тоже с утра до ночи с кем-то переписывалась в соцсетях. Наш репортер Екатерина Воронина решила выяснить у самих хакеров, смогут ли они перерезать этот главный канал вербовки будущих убийц и, как еще, намеренно атаковать ИГИЛ. Ну, а кроме этого, ей удалось отыскать и вызвать на откровенный разговор бывшего боевика, который дезертировал из армии халифата, просто потому, что не смог быть таким жестоким, как требовали от него командиры ИГИЛ. Зайдя, вы уже никогда не выйдете. У вас сразу заберут паспорт и уже не отдадут. Между городами ИГИЛ передвижение только по документам. Однажды, когда я еще был в Дагестане, слышал, как они призывают. Приезжайте, если не понравится, сможете вернуться. Так вот, это вранье, не сможете. Эти откровения Али пишет в соцсетях. То, что активно скрывает исламское государство. Вербой новых последователей, они никогда не скажут, что им просто нужны те, кого, без сожалений, можно отправить на верную смерть. Что будет с вашей семьей, если вы станете шахидом? К вашей жене будут навязчиво подходить и настойчиво требовать, чтобы она вышла замуж за другого человека. Если она не выйдет, то ее выселит в какой-нибудь ангар, где живет таких же, как она, сестер с детьми, 15-20 человек. Если она захочет уехать, то не отпустят. Это теперь покалеченный дагестанец понимает, что вырвался чудом только благодаря ранению. И его цель – остановить тех, кто наивно покупается на все, что обещает запрещенная организация. То, что говорил Амир Аль-Багдаде, что требуются специалисты, все это неправда. Отношение к вам тут как к пушечному мясу. Амиры запросто могут поставить на верную и, главное, бестолковую смерть. Медиа-картинка – то, что исламское государство делает не хуже любых мировых телекорпораций. Вспомните послания террористов времен крушения башен-близнецов, снятые на пленку, темные лица в пещерах. Теперь это голливудский размах с режиссерами и качественным монтажом. Только вместо студии и спецэффектов – реальные события и реальные смерти людей. Режиссеры ИГИЛ работают над тем, чтобы каждый раз шокировать нас новой изощренной казнью. Это не остановить обычными средствами, потому что во всем мире есть зрители, которые, как ни странно, жаждут кровавого театра. На лекции доктора политологии Анат Гохберг студенты приходят, вооружившись компьютерами. В Израиле, где борьба с террором – это образ жизни, прекрасно понимают, что война уже давно ведется и виртуально. У ИГИЛ три целевых аудитории. Возраст 15-20. Для них посыл сосредоточен на жажде приключений. 25-30 лет. Для них посыл сосредоточен на нереализованности, разочаровании в жизни. Или вот женщины от 30-35. Посыл больше на сексуальную неудовлетворенность, возможность найти молодого мужа-героя. И против этой борьбы за умы и сердца кажется пока бессильной и бомбардировки с воздуха, и спецоперации на земле. К тому же в интернете вызов пропагандистам ИГИЛ просили пока только они. Война объявлена. Готовьтесь. Мы ничего не забудем и не простим. Легендарная и загадочная интернет-группировка «Анонимус» прячет лица. Маска Гая Фокса – не просто яркий аксессуар. Скрывая свои лица, они развязывают себе руки. Ведь все, что они делают, вряд ли одобрит законодательство тех стран, которые хакеры хотят защитить от фанатиков исламского государства. Ролики – это, конечно, для привлечения внимания медиа. Гораздо интереснее, не что говорят эти нелишенные таланты айтишники, а что они делают без масок, у мониторов своих компьютеров. Хакеры страшны в гневе. И ловкие руки тут же взломали 5000 аккаунтов боевиков, и их агитаторов в Твиттере атаковали сайты джихадистов. И активно публикуют данные тех, кто сочувствует фанатикам. Москвич Александр Варской не скрывает лица под маской. На днях он тоже присоединился к айтишной сотне, бросившей вызов пропагандистам ИГИЛ. Вот на компьютере он отслеживает счета зарегистрированных в Британии правозащитников, готовых грудью бросаться на защиту. Нет, не жертв террора, а подозреваемых в терроризме. Ну, нанять за свои эти бахрейновские нефтедолары можно, их сколько угодно. Александр Варской уверен, пока в интернете войну с ИГИЛ будут вести скрытые масками одиночки, это будет похоже на борьбу с Гидрой, которая в ответ на один взломанный сайт откроет десяток новых. Интернет-ресурсы ИГИЛовцев на этой неделе были заняты не только отражением атак группировки «Анонимус». Одно за другим они пытались удалить из сети неожиданное признание вчерашнего боевика, который по-прежнему ненавидит кафиров и муртатов, но при этом предупреждает всех, кто грезит завораживающей картинкой зла. За этой красивой картинкой настоящий ад. Так что, кто хочет поехать, думайте головой. Вы хотите отдать жизнь ради продления медиакартики и агонии? Екатерина Воронина, Владимир Алфимов и Оксана Веселева. Центральное телевидение.